Я должна сказать, что гены этой школы живут не только в старших поколениях, в средних. Вот я смотрю, когда выходят играть вместе, допустим, Саша Балдачёв, очень красивый сын Володи Семён, необычайно романтичный красавец, который и сам играет, и как солист, и как участник ансамбли, который он создаёт. Семён, сын Владимира, это тоже гордость этой школы. И я радуюсь тому, что я совсем в раннем возрасте снимала его вместе с певицей, тогда певшей Викой, дочерью очень крупного бизнесмена. Как его фамилия? Виктория, она очень тоже стала бизнесвумом, очень яркой. Но твой сын с ней дружил, Витинкова. Витинкова, да. Вика Витинкова, да. Вот. И я помню, как об этих вундеркиндах я снимала программу. Вундеркинды выросли, у них растут свои вундеркинды. И, может быть, неприходящее из этого движения, оно похоже на Броунова. Оно продолжается, продолжается, продолжается. И я радуюсь, что сегодня в этом прекрасном доме творчества композиторов в Репино, где мы сидим у рояля, где у этого рояля мог сидеть Андрей Павлович Петров, не в этом коттедже, в другом, в 20-м, мог сидеть и Гена Белов, выпускник коттеджа. И Василий Павлович Лавев-Седой, и Василий Павлович Лавев-Седой, и Валерий Гаврилин, и многие другие могли сидеть за этим роялем. И как-то я вспоминаю, как Георгий Александрович Товстоногов сидел со мной на скамеечке в Доме творчества Ялты, и прошла женщина. Он поцеловал ей руку, а она пожал руку мне. Он сказал, Ирочка, через несколько рукопожатий Вы приблизились к Станиславскому. Это внучатая племянница Станиславского. И вот одно рукопожатие, а Вы перенеслись через него в другое время. Мне кажется, во-первых, в десятилетке не было ни рукопожатных, потому что каждое пожатие руки было творческим и как переливание крови, как донорство. Я вспоминаю, как возникали там ансамбли прекрасные, интересные, инструментальные. Вот Сонечка Ялышева, прелестная пианистка, вдруг запела, и влюблённые в неё, и Володя, и мой племянник Игорь Тайманов. Кстати, замечу, что у нас тоже очень крупная династия, потому что Марк принадлежит, в общем, ко второму поколению, которое пришло из хорового училища, перешло в школу-десятилетку, которую возглавил его профессор Самарий Ильич Савшинский. И через школу Савшинского прошла вся наша семья. Марк и его юная партнёрша Любочка, и они стали выдающимся дуэтом. После этого, в общем, прикоснулся к этому мой брат Руальд, но потом перешёл в другую область. После этого пришла я и тоже училась у Самарий Ильича Савшинского, а потом у его ученика Витя Маргулиса. Это всё одна школа, одно переливание кругов. А потом Игорь, потом Гарик. А потом сын моего брата и мой племянник Игорь Тайманов, а потом его дочка Кира, которая стала очень хорошей пианисткой. Но это не помешало ей в какой-то момент сказать, мне не нравится, как проходят международные конкурсы, мне не нравится принимать участие в этих играх, и я буду организовывать собственные игры. И она стала придумывать интереснейшие театральные проекты. И даже, простите, Ксюша Собчак выдала ей премию за один из лучших проектов, которые она сделала в доме Бенуа. Таким образом, наша семья тоже по-разному рассеяла эти семена школы Савшинского и школы десятилетки. Так что же главное в этой школе, на твой взгляд? Главное, наверное, то, что это то место, в котором встречаются таланты, которые подпитывают друг друга, которые растут вместе. И которые вместе создают вот эту ауру нашу петербургскую, нашей духовности, нашего отношения к миру. И несут эту ауру вместе с собой дальше десятилетия до десятилетия. Будем надеяться, что столетие за столетием, наверное, тоже. Недалек тот день, когда сто лет в нашей школе осталось всего лишь 15 лет. Так что кто-то это увидит, наверное, наши коллег-младцы. Мы попробуем пожить. Да, мы попробуем. Может, это жили. А почему нет? Почему нет? Бросим перчатку с ними. А я хочу добавить, что когда мы понимаем, что в этой школе специально дирижеров не учили. И тем не менее, когда я вспоминаю только крупных дирижеров, таких как Тимирканов, Янсенс, Павел Бубельников, Василий Синайский. Юрий Симонов. Юрий Симонов. Какое количество крупных личностей. Почему я говорю об этом? Потому что дирижер и режиссер и музыковед – это лидеры. Лидеры музыкального искусства. Таким образом, вот именно эта школа воспитывала такое творческое соревнование, конкурс, в котором лидеры, в общем, могли состояться. И, мне кажется, одно из важнейших свойств этой школы, которая называлась «Для особо одаренных детей», кстати, вспомнила еще одного дирижера, Михаила Сергеевича Голикова, который сегодня возглавляет два оркестра, а он закончил именно эту школу, Миша Голиков. Таким образом, продолжается и сегодня, а сегодня его дочь, флейтистка Маша, учится в этой школе и тоже продолжение династий. Я буду сейчас делать цикл «Петербургские династии», как много династий вышло из этой школы, и династия Володи, и моя династия, и династия многих-многих людей, которые пронесли эстафету культуры, интеллигентности. Сегодня тоже одна из династийных музыкантов, Анна Сергеевна Дивановская, тоже дочка нашего десятилетушка, и десятилетний сын, потому что ее мама и папа у нее окончили эту школу, и мама работает. Наташа прекрасный педагог. Хочу напомнить еще Мирослава Култышева, превосходного пианиста, который, в общем, сегодня как раз в Мурманске получил гран-при просто в потрясающе сложном конкурсе. Как мне сказал его педагог Зора, она сказала, что такое соревнование бывает у исполнителей редко, и он опять получил в нем первое место и гран-при. Сколько эта школа выдала ярких вещей. Как Сережа Дагадин. Сережа Дагадин. И его сын, изумительный. Да, Андрей. Да, Сережа Дагадин, айтист. Отец Андрей, сын Сергей, приплаченный учебный, тоже в нашей школе. И когда мы начинаем, даже кого-то забывая, конечно, был артист потрясающий, Крамаров, который тоже учился в этой школе. Ты был как бы основателем, в общем, этого нашего альтового стиля. Да, Борис Львович Грутников, что? Михаил Зраильчев, это что? Какая школа? Да та же самая. Но при этом хочу сказать, что они не были сразу с детства аристократами духа. Борис Грутников, сын Костелянши, Володя Устиновский, сын Цыганки, которая тоже была уборщицей в нашей школе. И вот уборщица родила тоже очень талантливого мальчика. Значит, в школу интересовали не аристократические гены, а гены одаренности. И дай Бог сегодня, чтобы такое число одаренных людей выходило из каждого класса. Я спросила у Ани Зевановской, тоже наследной принцессы и дочери замечательно красивого и талантливого пианиста и дирижера Сергея Зевановского «Рано ушедшего из жизни». А сегодня есть такая смена, и она мне назвала примерно 10-12 имен, которые сегодня вбегают на эту красную дорожку успеха, удачи, а может быть и триумфа. Есть множество музыкальных школ, есть множество лицеев. Но если мы говорим о тех, кто стал вспышкой яркой, эмоциональной и звездой на мировом небосклоне, то это лидеры. Это композиторы, дирижеры, музыковеды. Конечно, и исполнители яркие и незабываемые. Если говорим о таком «Титане», как Григорий Соколов, то, конечно, вровень вообще мало кто в этом мире сегодня идет с такими именами. Или Юрий Тимирканов, или Марис Янсенс, или Юра Симонов. Мало таких людей. Значит, эта школа как бы аккумулирует в себе понятие «лидер». Лидер, который может стать в мировой музыке событием. Человек – это вообще событие. Но если это событие становится ценностью мировой культуры, то хочется верить, что культура не изыдет, не исчезнет. Потому что и одна из лучших мировых школ творческих, музыкальных, школа «Десятилетка» при Ленинградской Петербургской консерватории, она давала трамплин в вечность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok